Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня мы с вами поговорим про производственный блок на примере 1S ERP и, соответственно, про маршрутные карты, технологические операции. Короче, про все понемножко. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телеграм-контакты и адрес нашего сайта. То есть, если вам почему-то оказалось неудобно время проведения, то вы можете немножко позже вернуться на наш сайт и, соответственно, мы выкладываем записи наших вебинаров. Вы можете и посмотреть этот вебинар и, может быть, найдете что-то еще для себя интересное. Мы будем рады оказаться вам полезными. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика 1S Гардашева-Галина. Так что мы начинаем. У нас на самом деле программа достаточно обширная и очень мало времени для, скажем так, обсуждения всех подробностей, но мы попробуем уложиться. А еще будем благодарны вам, если вы будете присылать свои вопросы. Желательно либо по электронной почте, либо по телефонам, телеграммам, то есть в любом удобном для вас формате. В этом случае мы сможем ответить вам и более предметно, касательно вашей ситуации и, соответственно, более подробно, потому что уже не будет дефицита времени. Итак, наша программа сегодня выглядит вот таким образом. Мы поговорим про производственный блок, про методики, которые применяются при производственном учете. С чего надо начинать работу с подразделением производства, то есть какие у нас существуют механизмы контроля, новые справочники типа технологических процессов. Поговорим про старые справочники типа маршрутной карты. И, собственно говоря, посмотрим, как это на практике выглядит. Ну и попутно будем разговаривать и про основу технологических процессов, и про дополнительные сервисы, и про отчеты. А, значит, построено наше взаимодействие сегодня будет таким образом. Мы будем нормативную, так сказать, составляющую с вами смотреть на слайде. И, как и будем переключаться на демо-базу ERP, вот таким вот образом. И то, о чем поговорили теоретически, будем смотреть уже, так сказать, на местности и трогать ручками, чтобы лучше понять систему, как это работает. Значит, сначала немножко восстановим, так сказать, в памяти теоретические основы. То есть у нас с вами встроенный модуль производства. Это практически полностью охватывает у нас весь цикл производственных операций. Очень удобный модуль, но требует дополнительных настроек и, к сожалению, крайне трудоемкий. Сейчас у нас действует с вами версия 2.5.17. Сейчас мы вернемся на наш демо-просмотр и немножко напомним, где мы можем посмотреть, какая у вас конкретная версия. То есть у нас информация о программе. И здесь мы видим конфигурацию, сведения, так сказать, про платформу и сведения про саму конфигурацию. 2.5.17 – это майский релиз, достаточно новый. Не самый последний, но достаточно для того, чтобы на нем показывать, как бы как устроена программа. А вот уже для составления регламентированной отчетности уже нужно более новые релизы устанавливать. Но для того, чтобы познакомиться с этим блоком, это достаточно. Напоминаю, что актуальные релизы содержат все регламентные документы, которые требуются и, соответственно, какие-то модернизируются функции. Значит, у нас с вами при учете производства, сейчас снова вернемся в наши слайдики, революция, так сказать, в производственном учете, произошла в 2021 году. То есть в 2021 году, в декабре, в редакции 2.5.7 у нас произошли очень серьезные изменения. То есть у нас объединили ресурсные спецификации и маршрутные карты. И, соответственно, это очень серьезное изменение вызвало массу затруднений у пользователей, у которых были настроены уже все системы и маршрутные карты, и спецификации, и так далее. Поэтому пришлось перестраиваться. И у нас до сих пор могут действовать маршрутные карты. Ну, видите, какие изменения в этот революционный релиз внесли. На самом деле, поскольку это уже не вчерашний день, а, скажем так, даже сильно позавчерашний, то к этим мы уже достаточно привыкли, уже смогли перестроиться. Ну, по-первых, это, конечно, вызывало очень серьезные затруднения. И затрагивало работу и самих IT-специалистов, то есть и программистов, и консультантов. Ну, и, естественно, для бухгалтеров это было трэш, поскольку достаточно сильно все менялось. Почему было вызвано это? Это было вызвано тем, что при заполнении маршрутных карт и ресурсных спецификаций многое из информации, которая вводилась, дублировалось. То есть повторяло не из-за того, что были ошибки, а из-за того, что повторялось необходимость заполнять одну и ту же информацию в разных справочниках. И интерфейс был, в общем-то, достаточно громоздкий. Мы его сильно сейчас упростили. И теперь у нас используются методики планирования по материальным и производственным ресурсам. То есть у нас три вида. Первое – это когда график производства не рассчитывается при планировании. И самый простой, естественно, вариант – все в порядке хронологической очереди используется. Когда мы используем планирование по материальным ресурсам, вот в этом случае уже более сложная система. То есть у нас составляется график с учетом потребностей в материалах, этапы производства и указываются сроки их выполнения. То есть, соответственно, появляется возможность планировать занятость рабочих центров, и персонала. И третий вариант методики – это планирование по материальным и по производственным затратам. В этом случае мы учитываем и потребность в материалах, и сроки выполнения этапов, и доступность рабочих центров, и наличие материалов, и, соответственно, график завоза, заготовления, то есть график их обеспечения. Ну и, собственно говоря, если мы начинаем работать с подразделом производства, то в первую очередь нам надо сделать настройки, которые позволяют использовать все функциональные опции. Все функциональные опции мы с вами запускаем в разделе «НСИ» и «Администрирование». Сейчас мы посмотрим, вот следующий слайдик. Соответственно, раздел «НСИ» и «Администрирование». И кроме тех справочников, которые непосредственно участвуют в подразделе производства, нам нужно обратить внимание на организационно-производственную структуру предприятия и создать подразделение производственного контроля. Сейчас мы с вами переключаемся на демо-базу. Так, это нам пока не нужно. Так, и вот он наш «НСИ» и «Администрирование», то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И вот у нас блок «Настройки НСИ» и «Разделы», в котором мы задаем, так сказать, грубые настройки, то есть активируем те функциональные опции, которые применяются именно в нашем случае, то есть на наших бизнес-процессах. Меню «Производство» и, соответственно, у нас появляется вот такая настройка, то есть меню «Настройки». Ну и, соответственно, сейчас мы поговорим про производство, про вот этот вот блок «Настройки». Когда мы используем настройку каких-то блоков, здесь самое основное при настройках – внимательно читать вот эти подсказки, которые есть под каждым окошком, которое требует активации или, наоборот, требует отмена активации. Активация осуществляется в чекбоксе, так называемой, такая красивая слёдная галочка. И мы, естественно, задаем в первую очередь, что мы используем в производство, во вторую очередь смотрим, что у нас здесь допустимо, и ставим флажки. И во вторую очередь мы с вами смотрим, как мы будем работать. То есть либо с заказами на производство, либо без заказов на производство. На самом деле существует возможность и так, и так работать, и с заказами, и без заказов. Но мы, естественно, выбираем здесь то, что нам подходит. И после того, как мы выбрали, мы отсюда уходим. Здесь мы уже, так сказать, наследили, где могли. И после этого перемещаемся уже в модуль производства. И здесь у нас с вами, обратите внимание, тоже есть настройки справочники и НСИИ, то есть нормативно-справочная информация. И вот тут у нас уже как раз будет о чём поговорить более подробно. Вот они, наши маршрутные карты, ресурсные рабочие центры. Ну и, собственно говоря, много достаточно других справочников. Но кроме этого, у нас ещё есть вот такой блок настроек. То есть если мы проваливаемся сюда, то мы с вами попадаем в производственные подразделения. Производственные подразделения, обратите внимание, если я через эти настройки захожу, у меня здесь не активно, потому что настройки эти делаются в другом месте. И, соответственно, опять я с вами возвращаюсь в раздел НСИИ и администрирования. И вот здесь вот у нас уже есть организационная структура предприятия. То есть мы с вами возвращаемся к настройкам, которые первоначально задаются при настройках работы. Структура предприятия вот тут недоступны для редактирования эти пункты. И, соответственно, я могу строить такой, какой мне надо график. То есть здесь, естественно, есть несколько уровней вложенности. И я могу уже в отношении своей структуры создавать, например, бухгалтерия торгового направления, бухгалтерия мелкорозничного направления, то вы торговли, ну, то есть уже фантазировать так, как мне нравится. И, соответственно, с вашей структурой это должно быть согласовано. Если я создаю какие-то виртуальные склады, на которых, ну, например, отражаю товары в пути, то в этом случае у меня должен быть склад товаров в пути. И, соответственно, это должно быть отражено в структуре предприятия. В моем случае в демо-базе у нас сделано вот такое. Сделана вот такая группировка, то есть торговое направление, производственное направление и административное. В нашем случае производственное направление состоит, например, производство мебели. И здесь уже конкретные деления на участки, на подразделения. И обратите внимание, лучше, когда мы заполняем структуру, сразу заполнять все сведения, которые у нас здесь программа запрашивает, потому что в этом случае мы создаем себе задел, так сказать, на будущие работы. То есть у нас будет в торговых накладных, например, торг-12, печататься в фамилии, имя, отчество этого человека, который мы назначили руководителем, отмечаться производственное наименование, например, цех номер 5, цех номер 6. И, соответственно, если мы проваливаемся по этим ссылочкам, мы имеем возможность настроек, то есть изменять какие-то, например, что это у нас не готовая продукция, а полуфабрикаты и так далее. Сейчас мы провалимся, посмотрим. То есть задавать параметры производственного подразделения и, соответственно, убыстрять себе работу с готовыми документами уже в последующем. Так, это мы пока закроем. Значит, так. Это у нас мы с вами заходили в настройки, в блок производства. И здесь у нас создавалась структура предприятия. Кроме этого, у нас здесь есть межцеховое управление. Просто сейчас я заострю ваше внимание на вот этом пункте, а потом мы немножко попозже к нему вернемся. Сейчас не будем пока на него обращать внимание, а потом поговорим более подробно. Возвращаемся снова к нашим слайдикам. Итак, мы с вами посмотрели, какие первоначальные настройки у нас идут в блоке инсы и администрирование. И, соответственно, вот на этом слайдике вы видите настройки, которые в подразделе производства. Мы с вами посмотрели вот этот вот блок производства. И теперь мы можем двигаться дальше. То есть настройки, которые мы делали в производстве, я еще раз повторю. То есть мы включили возможность использования в производстве вообще. И, соответственно, обратили внимание на заказы. То есть возможность работать с заказами. И, соответственно, другие настройки прошлись. По ним мы посмотрели, что нам еще подходит. Теперь снова немножко теории. Значит, ну, во-первых, сейчас релизы ERP, которые используются, мы уже достаточно хорошо изучили. То есть уже такой паники, как при объединении ресурсных спецификаций маршрутных листов не происходит. И, естественно, добавлены новые функции. То есть у нас реализованы автоматизированные механизмы контроля. В этом случае так называемые локальные диспетчера. То есть эти функции нам доступны в диспетчировании этапов управления очередью заказов заказа на производство. То есть это блок межцехового планирования. Сейчас мы его еще раз выйдем. То есть вот межцехового управления. На самом деле здесь организованы именно управленческие функции. То есть фактически, как таковое, бухгалтерских именно проводок. Здесь практически очень мало. Один-два документа. Но все остальное именно для управленческого звена. Среднего уровня. Как раз таки самое важное. Начинается здесь у нас с возможности заполнять заказы на производство. С бюджетным шрифтом у нас выделены рабочие места. То есть обратите внимание, управление очередью заказов – это одно рабочее место. Диспетчирование этапов – это другое рабочее место. А вот заказ на производство – это конкретный документ, который создается вот именно при переходе по этой ссылке. Управление очередью заказов у нас не дает возможности прямо вот так сразу перейти к созданию документа. То есть это у нас открывается общий журнал. И, соответственно, в этом общем журнале мы можем в разных форматах его производить разные отборы. То есть и по дате выпуска, и по подразделению диспетчера. Обратите внимание, по подразделению диспетчера. И по ответственным. Ну, то есть на самом деле вариантов много. И вот как вы видите, у меня сейчас созданы определенные, для примера определенные заказы. И у нас есть вот такая форма дополнительной пиктограммки, которую можно либо свернуть, либо развернуть, чтобы было видно. Ну, естественно, когда на первых порах осваивается этот контур, то лучше использовать развернутую форму. А уже потом, когда вы привыкнете к обозначениям пиктограммка, можно сворачивать и уже развернутую форму не использовать. Значит, сейчас мы снова вернемся к нашим слайдикам. И, как я уже сказала, после того, как мы выполнили настройки и посмотрели, что у нас в этом вот подразделении производства, мы с вами немножко отвлечемся на теорию. То есть у нас механизмы, мы с вами посмотрели, механизмы контроля. И вот эти вот функции локальных диспетчеров у нас в управлении межцеховом. И, соответственно, к сожалению, поподробнее мы не сможем на этом остановиться. Но помним, что у нас это живет в подразделе производства и в... Ой, господи, все сразу хочется сказать в одном слове. И в подразделе межцехового управления. Теперь мы снова возвращаемся к теории немножечко. И у нас в последних релизах после обновления конфигурации на 2, 5, 7 появились новые справочники, то есть технологические операции. Справочник технологической операции у нас будет фигурировать во многих документах, поэтому мы сейчас его поподробнее посмотрим. И, соответственно, даже по названию понятно, что технологические операции – это что-то, что содержит описание технологического процесса. То есть в этом случае мы можем его использовать двумя способами. Ну, во-первых, в качестве подключения к ресурсной спецификации. То есть мы добавляем этапы, и, соответственно, у нас они отражаются в общей последовательности. И можем использовать как шаблоны, то есть использовать, допустим, занятость рабочих центров, то есть создать шаблон, и уже по нему конкретно технологические операции описывать гораздо быстрее, не создавая каждый раз и не раздумывая над спецификацией. Просто скопировали спецификацию, скопировали шаблон технологических операций, и дальше уже сделали то, что необходимо. А на следующем слайдике мы с вами посмотрим вот такая вот картинка. На самом деле мы сейчас на нее переключимся. У нас есть возможность составлять три типа ресурсных спецификаций. То есть, соответственно, если мы занимаемся изготовлением, то есть, например, производим какую-то продукцию, собираем, то есть если у нас есть по полуфабрикатным изделия, по полуфабрикатным учетом, то есть мы делаем, например, какие-то заготовки, из этих заготовок собираем уже конкретное изделие. Второй вариант ресурсных спецификаций – это когда производится ремонт, то есть у нас есть готовое изделие, мы производим его дефектацию и составляем уже конкретную спецификацию для ремонта конкретного изделия. И, соответственно, если мы производим какую-то разборку, например, ну, основное средство разбираем или проводим утилизацию каких-то основных средств, то в этом случае у нас спецификация будет содержать операции, которые приводят к получению новых, например, материалов, новых узлов, которые при разборке возникают. Ну, собственно говоря, производят вот третий вид спецификации, который касается утилизации каких-то основных средств, узлов и так далее. Значит, здесь у нас с вами вот на слайдике видно выделение красным, это подраздел «Производство» и «Маршрутные карты». Сейчас мы с вами переключимся туда. Вот у нас наш раздел «Производство» и, как вы видите, термин «Маршрутная карта» у нас здесь сохранился, несмотря на то, что мы с вами помним, что произошло объединение ресурсных спецификаций и маршрутных карт. То есть ресурсные спецификации у нас есть, отдельное рабочее место и маршрутные карты. Вот если мы переходим с вами на маршрутные карты, ну вот у меня такая группировка сделана, но, как вы видите, здесь у нас уже тоже редактирование недоступно. И, например, если я хочу создать какую-то новую маршрутную карту, то у меня появляется вот такой интерфейс. То есть я на самом деле могу создать маршрутную карту, но у меня в этом случае нужно помнить, что на самом деле сейчас используется другой алгоритм. И, то есть если у меня были созданы маршрутные карты, и они, например, меня устраивали, они действуют даже после перехода, то я могу этот механизм использовать. Обратите внимание, есть у нас в подразделе управления очередью заказов вот такие кнопки, то есть меню действия. В этом случае меню действия означает, что мы передаем в производство конкретные этапы, которые мы создавали. Сейчас снова вернемся. То есть, соответственно, мы создавали ресурсные спецификации. Маршрутные карты, если у нас были, то они сохраняют свое действие. Но у нас с вами появились и новые справочники, то есть технологические процессы. Рабочие центры у нас были и в предыдущих конфигурациях, и в предыдущих релизах, и сохранились и сейчас. То есть рабочие центры – это любое рабочее место. Может быть, станок, может быть, рабочее место, например, слесаря, столера и так далее. Доступность. То есть вот это справочники, которые мы должны заполнить до начала работы с конкретным подблоком. Как я уже говорила, это достаточно трудоемкий процесс. И, в общем-то, несмотря на то, что у нас произошло объединение нескольких справочников, и интерфейс облегчился, все равно это надо делать, но это трудоемко. Ну, сейчас для примера мы провалимся в рабочие центры, чтобы было понятно. Ну, например, у меня есть вот такие подразделения, то есть участки и так далее. Ну, значит, соответственно, есть и выделение синим цветом. То есть что это такое? Если я проваливаюсь по такой гиперссылке, то у меня есть возможность настройки. То есть я задаю виды рабочих центров, и, соответственно, видите, здесь уже достаточно большое количество создано на любой вкус и цвет. Ну, естественно, вы при работе будете ориентироваться на вашу технологию, на ваши производственные процессы. Вот, как вы видите, у меня созданы конкретные станки, конкретные рабочие места, и я могу это все систематизировать и запланировать, что, например, для производства операции, ну, какой-то конкретной покраски, я должна первое произвести пескоструйную зачистку, например, какой-то металлической детали, потом после этого я осуществляю ее покраску, потом передаю покрашенную деталь на, допустим, цех металлообработки. Ну, то есть сейчас я фантазирую на прополу, но на самом деле это, естественно, будет соответствовать вашему бизнес-процессу, тому, как технологи у вас это организуют. Значит, снова вернемся к нашим настройкам, и в этом случае про рабочие центры мы поговорили. Если мы более глубокий уровень планирования затрагиваем, то есть мы можем спланировать занятость рабочих центров, то есть, соответственно, применяем нормативы времени, сколько используется на какие-то обработки, детали, еще на что-то, и разрешение на замену материалов. Значит, вот мы с вами дошли до технологических процессов. Если мы переходим по этой ссылке, то мы попадаем с вами в журнал технологических процессов. Значит, здесь мы по кнопочке «Создать» можем создавать новую технологическую, технологический процесс, и здесь обратите внимание, хочу ваше внимание привлечь вот к таким окнам, когда существует красное подчеркивание, то есть это окна обязательные к заполнению. Если я здесь халду или попытаюсь закрыть, то у меня программа будет ругаться и спрашивать, в своем ли я уме. Ну, естественно, наименование мы пишем такое, как соответствует вашему процессу. Ну, что-нибудь напишем. Вот так. Вакуумная упаковка. То есть это наименование, которое, в принципе, должно быть понятно и тем людям, которые будут работать с этим технологическим процессом, ну, естественно, и специалистам, и исполнителям. И вот здесь у меня сразу должна я в обязательном порядке запомнить подразделение. Либо оно у меня уже создано, либо я уже могу создать еще дополнительно. Ну, мы, допустим, выберем. Пусть будет... Так, раз уж мы право упаковку заговорили. Ответственный у вас по умолчанию ставится, допустим, пользователям, но примутительно, естественно, можно вводить любого из сотрудников, которому предоставлены соответствующие права. И теперь, где это применяется? То есть технологический процесс в моем случае применяется... Вот видите, у меня какой здесь красивый иерархический... Красивая иерархическая структура. Естественно, я здесь могу открыть и выбрать уже то, что соответствует моим потребностям. Ну, пусть будет продукция. И коэффициент применения в ресурсной спецификации. Ну, либо вручную, либо, если я выбираю другую настройку, то у меня появляются дополнительные параметры. Если я сомневаюсь, я вызываю контекстную справку. Вот таким образом. То есть что же такое за коэффициент и зачем мне его рассчитывать? Ну, после того, как я походила по закладочке основное, я перехожу в закладочке операции. То есть, напомню, технологический процесс. Это замена тоже маршрутных карт, где у нас сейчас в этих последних релизах особенно описывается рецепт изготовления вашей продукции. Ну, либо полуфабрикатов. Значит, по кнопочке «Добавить» мы добавляем какую-то операцию. Мы сейчас возьмем готовую, чтобы не терять время на... Нет, не будем. Мы возьмем готовую. То есть покраску, например, стола. Вот у нас закладочка «Операции» и конкретно какие операции у меня используются для описания изготовления. Обратите внимание, если я захожу в конкретную операцию, то есть конкретная операция, это опять же справочники, и я заполняю справочник, то, что касается операции. То есть я указываю время, которое мне требуется на изготовление единицы. Ну, например, у вас может быть и не единица, может, у вас станок, который выпускает сразу 10. Тут в этом случае у меня будет стоять 10 и, соответственно, количество времени на это. И контроль требуется, не требуется. Обратите внимание еще на один момент. У меня здесь, поскольку уже создана операция, она у меня уже используется в дальнейших документах, у меня не все поля доступны для редактирования. Значит, если у меня такая операция происходит, такая ситуация происходит, то в этом случае через кнопочку «Еще» нам доступна отмена запрета на редактирование. То есть если я ее применяю, то в этом случае я могу редактировать уже какие-то существующие записи. Но нужно быть внимательным, потому что мои записи могут быть использованы уже в каких-то документах, и тогда может получиться очень некрасивая ситуация, что я изменяю уже применяемый процесс и создаю себе проблемы. Закладочка вспомогательных материалов, ну, собственно, понятно. То есть здесь я описываю, какие мне необходимы для данной операции вспомогательные материалы. Ну, например, краски, кисточки, смазки, то есть то, что соответствует этому процессу, и трудозатраты, то есть кто должен делать, какие конкретно работы. То есть, как вы видите, это дополнительно еще справочники, которые мне надо создать либо изначально при заполнении программы, либо уже по ходу заполнения документа я могу добавить виды работ. и, соответственно, заполнить описание, то есть требуется или не требуется какая-то особая квалификация, в чем измеряется, ну, то есть заполнить и создать расценки. То есть если я создаю расценки, то в этом случае у меня при создании спецификации уже будет конкретная картинка, то есть какие работы мне надо сделать, сколько они займут времени, какие рабочие центры будут задействованы и, соответственно, сколько это потребует работников и сколько будет стоить и их работа, и, собственно, весь процесс. То есть после того, как я потратила время на технологический процесс, в нашем случае это окраска стола, соответственно, я перевела дух и в закладочке описания уже добавляем текстовый материал. Это могут быть выдержки, например, из каких-то требований, то есть что должна содержать эта операция, требования каких ГОСТов или еще что-то должно быть поддержано, либо описание процесса, либо моего к нему отношения. Но, собственно, текстовое поле заполняется уже в произвольном порядке. И все, мы заполнили все закладочки и, соответственно, можем, во-первых, вывести на печать готовый документ красивый и под роспись его вручить, например, мастеру цеха, сказать, что вот смотри. И кроме этого у нас есть закладочка отчеты. В отчетах мы можем вывести описание процессов, но поскольку в моем случае описание отсутствует, его и вывести на печать невозможно. Но на самом деле и приложить картинку, например, чертеж или еще что-то. То есть я описываю полностью рецепт изготовления, основные ингредиенты для приготовления блюда. И, собственно говоря, распечатываю, вручаю мастеру цеха, например, что должно получиться на выходе. И здесь есть у нас еще понятие статус. И в этом случае это понятие статус у меня может быть нескольких вариантов. То есть в разработке это значит, я еще не закончила, еще не началось действие. Следующий шаг это будет технологический процесс применен и действует. И следующий этап мы закончили, например, выпуск таких изделий и начинаем выпуск других изделий. В этом случае у нас технологический процесс будет иметь статус закрыт. Так, мы с вами теперь переходим отсюда. Закрываем то, что нам не нужно. То есть видите, у меня в качестве примера несколько технологических процессов, но естественно у них структура одинаковая. То есть вот закладочки, которые мы с вами видели в предыдущем примере и заполнены они немножко по-разному, но принцип-то собственно говоря сохранен. То есть, например, сварка вспомогательного материала, который у нас при этом используется и сколько времени занимает конкретно сварка, например, бочки для воды и уже конкретное описание, что надо учитывать. Напомню, это мы с вами ходили блок производства и смотрели технологические процессы. Кроме этого, то есть справочники, которые нам здесь важны, это, я повторюсь еще раз, ресурсно-спецификации, рабочие центры, технологические процессы. То есть вот это мы должны обязательно запомнить и потом уже мы можем начинать действовать попутно, по ходу создания каких-то документов можно заполнять другие справочники, которые нам здесь встречаются, но тем не менее лучше, конечно, сделать на берегу, так сказать, то есть при начале работы, но бывает ситуация, когда такой возможности нет, когда надо начинать работу и в этом случае мы вынуждены будем уже все по ходу пьесы заполнять. Теперь снова вернемся к нашим слайдикам. Значит, это вот мы с вами смотрели слайдик маршрутной карты, то есть когда мы начинаем работать с маршрутными картами, нам программа будет выдавать вот такую информацию, что предупреждение маршрутная карта это устаревшая устаревший документ, устаревший справочник и обратите внимание, вам нужно перейти вот по гиперссылкам, то есть это при попытке сохранить маршрутную карту, заполнить и сохранить новую. Старые можно просматривать, естественно, все без проблем. И если у нас есть документы, которые регистрировали, например, выпуск по маршрутным картам в предыдущих релизах, естественно, эта информация сохраняется. Следующий слайдик, вот он, это, собственно говоря, ресурсная спецификация. Ресурсная спецификация это у нас сейчас основной документ, который регулирует производственный процесс. Мы, к сожалению, не можем на нем более подробно остановиться, потому что на самом деле это материал для ни одного вебинара, для ни одной встречи, потому что содержит в себе много функций справочников, просто, к сожалению, не успеем. Ресурсную спецификацию мы с вами видели, меню производства, нормативная справочная информация на самом первом месте, то есть это, в общем-то, одна из основных, один из основных справочников, в нашем случае еще рабочее место, которое мы должны сделать до того, как мы начали работать с документами производственными. Возвращаемся на наши слайдики и, значит, еще хочу вам показать, то есть у нас не только на, естественно, производство готовой продукции составляются спецификации, у нас спецификации, как мы с вами уже поговорили, нескольких типов могут быть и на переработку, например, то есть если нам довальческое сырье поступает и мы должны что-то изготовить из довальческого сырья, либо какой-то полуфабрикат, либо какие-то готовые изделия, то, соответственно, мы в этом случае тоже создаем спецификации и списываем вот такой у нас будет интерфейс и закладки, то есть основной побочный выход, материалы, которые используются, ну, также трудозатраты, производственный процесс, то есть, соответственно, мы можем задавать спецификации и на собственно на работу с довальческим сырьем. Сейчас снова переключимся с вами на конфигурацию. Значит, вот мы с вами считаем, что все прошли и все посмотрели. И после этого у нас с вами есть блок межцехового управления и здесь у нас есть как мы говорили локальные диспетчера, это рабочее место управления очередью заказов и диспетчирование этапов. Внутрицеховое управление это в принципе в основном передача между цехами, то есть использование документов перемещения и формирование сменных заданий. То есть мы можем формировать задания на изготовление каких-то конкретных операций. и собственно говоря внутрицеховой учет у нас рабочие документы производства все и здесь мы если переходим тоже попадаем в общий журнал документов и мы здесь видим перечень того, что у нас уже создано и кнопка создать нам здесь доступно и мы смотрим вот такое меню, то есть выбор у нас достаточно большой акт выполненных работ движения продукции материалов ну собственно говоря вот мы можем выбирать любой вариант документов то есть здесь нам доступно создание документов изменение статуса документов то есть видите мы можем статусы задавать и соответственно здесь есть локальные отчеты которые мы можем видеть вот по такой кнопочке то есть это по задачам и вот такая кнопочка это тоже отчеты здесь нам доступны вот такие отчеты ну знакомая всем структура иерархического подчинения и движения регистров ну вот например распределение расходов сейчас где-нибудь где у нас структура может быть ну то есть в нашем случае была вот такая многоуровневая структура то есть структура подчиненности у нас используется во всех документах во всех подразделах не только в производстве соответственно и в других местах и так мы с вами вот так сделаем это мы уже смотрели это тоже нам не надо и снова запускаем блок подраздел производства и здесь обратите внимание вот про заказы мы с вами при первоначальных настройках задавали что мы можем работать и с заказами и без заказов то есть это у нас было в НСИ и администрирование и мы с вами заходили в блок производства и здесь задавали настройки то есть проставляли чекбоксы которые нам позволяют так работать а теперь мы с вами в производственном блоке работаем но считаем что у нас с заказами мы работаем на производство соответственно у меня в меню местных управления есть ссылка заказ на производство и точно такая же ссылка есть по кнопочке создать значит если я использую вот эту ссылку то я попадаю в журнал в журнал заказов и здесь по кнопочке создать я могу создать новый журнал ну соответственно должна все заполнить. Но здесь, кроме создания журнала, мне доступны и дополнительные какие-то действия. Есть вот такой вот очень удобный отчет структура производства. Есть очередь заказов, соответственно, в хронологическом порядке выстроены, и я могу видеть, что и как у меня обстоит. А если я использую не эту ссылку, а использую ссылку, которую у меня вот в этом разделе «Создать», то я получается могу перейти сразу к заказу на производство, минуя журнал, то есть вот так вот я захожу и сразу заказ на производство заполняю. То есть это если у меня нет допустим времени ходить и смотреть по своим заказам или нет прав, то я могу только создать новый заказ на производство. А если у меня есть права, есть время, я хочу посмотреть, что же я уже создала, что нет, может я что-то забыл, то в этом случае я перехожу в общий журнал заказов и, соответственно, вижу дополнительную информацию. меню производства. Мы с вами уже поговорили, что после релиза 2.5.7 у нас достаточно сильно изменился алгоритм работы с производственными документами. у нас основную нагрузку получила ресурсная спецификация и технологические процессы. Ну, естественно, рабочие центры, если мы применяем такое понятие, если мы используем рабочие центры. И после того, как мы поработали уже с конкретными документами по производству, мы с вами можем уже переходить в меню отчеты и, ну, собственно говоря, к дополнительным мероприятиям. В этом случае я хочу показать вам, образить ваше внимание на вот эти две ссылочки. То есть смотри так же, то есть не в отдельный блок выделены, а типа как дополнительные материалы. То есть в этом случае мы настраиваем, желательно, конечно, настраиваем правила распределения и причины отмены производства. Причина отмены производства это самый, так сказать, рельский момент. То есть это справочник и мы создаем причины. Ну, например, отсутствие своевременного обеспечения неработающей, например, производственной мощности. Мастер был пьян, опыт не удался. Ну, то есть, соответственно, составляем описание, когда это происходит и почему был отменен заказ на производство. А вот вторая причина, которая у нас здесь в блоке производства, правила распределения показателей. Вот это очень интересная и тоже трудоемкая задача. То есть нам нужно настроить правила, по которым будут происходить регламентные операции. То есть, например, распределение дополнительных расходов. И здесь у нас, видите, есть достаточно много закладок. То есть, каким образом у нас распределяются, например, расходы, направления. То есть, например, если у вас есть направление деятельности, например, изготовление мебели, изготовление военной техники, какие-то дополнительные, то в этом случае по каким правилам распределяются такие расходы между направлениями деятельности. Ну, как вы видите, у меня здесь, например, настроено по коэффициентам пропорционально выручки, пропорционально расходам. Ну, естественно, в вашем случае вы задаете так, как это по вашему бизнес-процессу. Расходы в будущих периодах, материалов работ. То есть, основная закладочка, как, например, распределяются возвратные отходы или невозвратные отходы, например, по количеству продукции. То есть, соответственно, каждая закладочка имеет какие-то свои параметры и по кнопке создать мы можем создавать именно то, что соответствует нашим бизнес-процессам и показатели по подразделению. Кнопочка создать, как видите, у нас тоже присутствует. Вот. Значит, соответственно, когда мы работаем с блоком производства, желательно, после того, как мы сходили в раздел НСИИ администрирования, после того, как мы посмотрели вот эти справочники и настройки справочников, после того, как мы вот здесь вот прошлись по всем там спецификациям, технологическим процессам, после всех этих мероприятий необходимо зайти в правила распределения и показатели. То есть, задать пропорции, по которым будут распределяться какие-то дополнительные расходы на продукцию. Ну, например, упаковочные материалы, там работа ОТК, ну, собственно говоря, то, что соответствует вашим бизнес-процессам. И после этого мы уже создаем конкретные документы, конкретные отчеты и снова возвращаемся в меню настройки и справочники и отчеты по производству. То есть, вот отчеты по производству у нас с вами здесь есть достаточно много, как вы видите, отчетов, но есть отчеты по внутрицеховому учету и внутрицеховому управлению. управлению. Обратите внимание, выделен жирным шрифтом учет движения ТМЦ и затрат в производстве. То есть, это наиболее часто употребляемые отчеты. И межцеховое управление у нас, к сожалению, только управление. То есть, здесь нету, как видите, во внутрицеховом управлении у нас есть внутрицеховое управление и учет. То межцеховое у нас, то ульяковое управление, потому что я уже говорила, это у нас управленческий, больше управленческий блок. И здесь мы сможем посмотреть при переходе по этим ссылкам, мы можем посмотреть отчеты, которые нам доступны штатно, мы можем эти отчеты как-то изменить, то есть, ссылочка все отчеты, если мы нажимаем, мы видим вот такой интерфейс и в этом случае мы выбираем конкретный отчет, вот, например, межцеховое управление. Я выбираю любой отчет, ну, например, вот комплектованный заказов на производство. Если я щелкаю по этому отчету, то я перехожу в сам отчет, а если я хочу изменить что-то, например, изменить и хочу, чтобы этот отчет конкретный был доступен такому-то пользователю, то я в этом случае на закладочке пользователей меню подобрать выбираю, соответственно, в моем случае все пользователи, но я вот хочу, например, не все пользователи выбрать, а бухгалтера. Вот у меня целый один бухгалтер, я переношу его в пользователи, то есть у меня будет теперь и все пользователи, и Белкина Анастасия Георгиевна. Нажимаю подобрать и закрыть, и у меня вот здесь будет отражаться список тех, кто выбран. Но поскольку Белкина у меня входит во все пользователи, то она отдельно не отражается. А если бы у меня не было настройки все пользователи, то у меня отражалось бы Иванова, Белкина, Петрова, то есть те, кого я выбрала. И для этих людей у меня будут отчеты конкретно отражаться. Так, мы с вами переходим снова к нашим слайдикам. И, к сожалению, наше время уже заканчивается. Мы снова возвращаемся к нашему слайдику титульному, так сказать. Я хочу напомнить вам наши контактные данные, наши телефоны, электронные почты, телеграм-контакты и наш сайт, адрес нашего сайта. Напоминаю, что сегодняшнюю встречу вела я консультант-аналитик Гардышева Калина. И мы приглашаем вас к сотрудничеству. Мы будем рады обратной связи, что вы хотели бы послушать, какие материалы для вас представляют интерес. И, соответственно, вопросы, если они у вас возникли, милости просим. Надеемся на плодотворное сотрудничество и надеемся, что мы окажемся вам полезными. На этом разрешите закончить нашу сегодняшнюю встречу. Пожелать вам хорошего дня, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова